Всем привет! С вами Дмитрий Побединский. Я рад приветствовать вас на портале QWERTY, где нескучно и интересно можно узнать о науке и технологиях. Приблизительно 75 тысяч человек на всей планете Земля обладают так называемой транспозицией внутренних органов. Сердце у них располагается справа, а печень слева. Да и вообще все внутренние органы расположены зеркально. Природа может запросто отразить нас словно в зеркале и ничего особо-то и не поменяется. Ну а внешне ничего и отражать не нужно, ведь мы люди, как практически все остальные животные, обладаем внешней зеркальной симметрией. Но интересно, а откуда она взялась? Руки, ноги, голова, хвост, все они выполняют разные функции. Отсюда понятно, что верхняя и нижняя часть туловища должны отличаться, как и передняя и задняя. Однако, несмотря на все это, левая и правая части абсолютно идентичны. Как будто бы природа забыла придумать, что может лучше делать левая сторона, а что правая. Так в чем же причина? Давайте перенесемся на четыре миллиарда лет назад, в то время, когда жизнь на Земле еще только зарождалась. Тогда все организмы были одноклеточными и самой идеальной формы для них был шар. Просто они вели неподвижный образ жизни и взаимодействовали с окружающей средой во всех направлениях. Поэтому расти им приходилось одинаково во все стороны. То есть все эти лампы были сферически симметричны. Как их не поворачивай, они будут похожи сами на себя. Но в процессе эволюции организмы усложнялись и их масса увеличивалась. И вот тут гравитация дала о себе знать. Именно из-за нее у живых существ появилась асимметрия по направлению вверх-низ. Сверху расположились преимущественно органы чувств, рот, а снизу средства передвижения, ну и так далее. Но у них осталась радиальная симметрия, при которой при повороте вокруг вертикальной оси на какой-то угол внешний вид никак не меняется. Следующий виток эволюции начался, когда организмы поняли, что перемещаться это круто. Ну, например, для того, чтобы кого-нибудь догнать и съесть. Так появились хищники и жертвы, и им обоим потребовалась скорость и внимательность. Одним для того, чтобы успешно догонять, другим для того, чтобы успешно убегать. Так появилась асимметрия перед-зад. Спереди расположились органы восприятия, мозг. В общем, самое важное. Сзади все остальное. А вот нарушение симметрии лево-право эволюция обошла стороной. Она и просто никак не мешала, только наоборот дублировала некоторые органы, и это было даже на пользу. Например, благодаря двум ушам по задержке сигнала мы можем определить, откуда пришел звук. Благодаря двум глазам мы обладаем бинокулярным объемным зрением. Даже две ноздри у нас не просто так. Хотя, казалось бы, здесь мы можем ограничиться и одной. Дело в том, что почти всегда воздух через одну ноздрю движется чуть медленней, чем через другую. Благодаря этому можем почувствовать запахи, для восприятия которых нам требуется чуть больше времени, чем обычно. Так что две ноздри расширяют диапазон доступных нам ароматов. Зеркальная симметрия это особенность, которая передалась нам от наших предков. Ведь она никак не мешала эволюции. Что касается асимметрии внутренних органов, то ее изначально и не было. Она появилась из-за чрезмерного усложнения кровеносной и пищеварительной системы. Но возьмите животных попроще. Например, червяков, насекомых, креветок. У них располагаются внутренние органы абсолютно симметрично. Что касается растений, то для них тоже симметрия продиктована взаимодействием с окружающей средой. Например, цветы, которые растут вертикально радиально симметричны. Ведь для них все направления равнозначны. Но для цветов, которые растут вбок, это уже не так. И они теряют симметрию перед-зад и становятся только лишь зеркально симметричными. Конечно же, из этого всего могут быть исключения. Например, манящий краб, листья бегонии, камбала. Но, как сказал великий Шерлок Холмс, это исключение, но только подтверждающее правило. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. И спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok